МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом-2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом-2. Как построить любовь. На ТНТ. Здравствуйте. Я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. И это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера в нашем лагере состоялось открытие Олимпиады. И несмотря на то, что на улице лето, сегодня нашим участникам предстоит состязание в зимних видах спорта. Кроме того, у нас продолжают пустовать два домика для влюбленных. И сегодня ребята решат, какие из пар нашего городка достойны в них поселиться. Сегодня 63-й день телестройки. Игорь Новоселов не оставляет попыток завоевать сердце Марии Петровской. У Ольги Бузовой появился тайный поклонник. Сегодня ночью он положил рядом с ее кроватью цветы и романтическое послание. Новый участник Май Абрикосов из Воронежа пришелся по вкусу сразу нескольким девушкам. Но отдал предпочтение Зине Шляк. Алена Водонаева приехала из Тюмени с целью покорить Степана Менщикова. Степа ответил Алене взаимностью. Сейчас в лагере четыре пары, каждая из которых претендует на домик для влюбленных. Саша Нелидов с Солнцем и Александр Титов с Ольгой Кравченко уверены, что сегодня ничего не помешает им занять домики. А Степа с Аленой и Май с Зиной будут бороться за третий домик. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дорогая моя Олечка, в этом письме я хочу сказать о моих чувствах, которые испытываю к тебе. С тех пор, как я тебя увидел, в моем сердце загорелся большой огонь любви, который не угасает. Пусть этот цветок скажет об искренности выше написанных слов. Буду с нетерпением ждать твоей взаимности. Субтитры делал DimaTorzok 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 Я вас слушаю, Игорь Батькович. Что так? На вы. Пожалуйста. Пожалуйста. Маша Маша, я тебя сейчас хочу пригласить на магическое свидание. С целью того, чтобы к тому друг друга получше узнали в неформальной обстановке с положительной стороны. У меня нет желания еще больше узнать. Не хочешь? Ну, просто это обернется тем, что ничем не обернется. Я понимаю, но я же просто хочу с тобой съездить, чтобы у тебя просто не осталось никакого обо мне негатива. А так... У меня с тобой негатива. Чтобы с тобой хорошо пообщались. У меня на тебя негатива негатива. Ну, хочешь, давай съездим? Давай. Давай. Давай, я оденусь. Это антицеллюлитный массаж. Да, конечно. Молодец, Степка. Молодец, целлюлитный массаж. Ну, Степка. Дай, я кофе тебе. Как вкусно. Как вкусно. Ой, ой, ой. Заня Макс. Ой. Ох. Я отскажу вас, обез�е. Извини. Значит, сегодня романтическое свидание у Игоря с Машей Он ее пригласил на свидание Вот, и они сейчас отправляются Куда вы отправляетесь? Секрет, понятно Хорошо, давайте я вас провожу Давайте все проводим аплодисментами, ребят Пойдемте Игорь отлично выглядит Удачи, Игорь Маша, вот как я Парни в оборот Удачи вам, ребята Я знаю, что это ваше второе уже романтическое свидание Надеюсь, что пройдет намного удача И наконец-то в ближайшее время Я им себя как пара Я бы окременно надеюсь Счастливо, ребята Счастливо Счастливо Значит так, у нас сегодня на стройку идут одни пары Это Солнце и Саша Зина и Май Степа и Алена И Оля и Саша Остаются готовить Рома и Стас Все остальные убираются Пойдемте Сегодня с утра шел очень сильный дождь И сейчас очень сыра на стройке Поэтому мы не можем поработать на стройке Тем более на крыше Мы же крышу сейчас сделаем, да? Там очень скользко Вот Но на нашей телестройке всегда есть чем заняться Поэтому сегодня я вам предлагаю Рисовать план пристройки Крытого бассейна к дому Сейчас я вам всем раздаю фломастеры И на стенах уже прикреплены листочки И вы начинаете рисовать свой план бассейна Кто мне цветок подарил? А можно посмотреть почерк? Ты знаешь почеркать их мальчиков? Нет, но я как бы... Сейчас покажу Могу по тексту определить стиль Могу попробовать И по тексту определить Можно дать прицел? Только если кто-нибудь войдет, сразу бери Первый проект бассейна Это проект Зины и Майя Расскажите, пожалуйста Вода должна быть разного цвета Поскольку пленочка, которая вот в бассейне Цвет бассейна будет Здесь темная, здесь светлая Поэтому вода будет темная и светлая Здесь будет, посередине бассейна Будет джакузи Здесь, как маленький лазис Там статуя песчумочка Значит, после бассейна Здесь представим, что лесенка Мы немножко не успели сделать Сауна Да, идет коридорчик Здесь будет сауна Здесь душ Здесь солярий Здесь тренажерный зал Отлично Этот проект достойно аплодисменты Молодцы, ребятки Ну что ж, следующий проект Это Степана и Алены Сама конструкция сделана в форме пирамиды стеклянной Ну, желательно, конечно, эта пирамида Естественно, по всему, так скажем В центре у нас стоит огромный бассейн Где присутствует с волнами Естественно, есть подсветка Там, все есть, конечно Форма бассейна какие-то преимущества дает? Форма бассейна, она дает преимущество Что она растекается, форма По всем трем углам Вот в этом дело Это Рома Ты тоже не мил Он пытался изменить почерк Вот буква Б Здесь такие глупые буквы По которым Это Рома Да нет, Люф Су процентов Ты чё? Ну ты представь Как такое может быть? А в сумме нет? Ты почистай, вообще есть О, сейчас сюда чеснок А чеснок почищен, наверное, вот и лежит Есть? От кой холодильник? Там на верху воде лежат Пусть этот цветок скажет об искреннем Искренне, выше написано в слов Будет с нетерпением ждать твоих взаимств Ты знаешь, что это не Стас, это сто процентов Это не Стас, это не Стас Но теперь уже и не Игорь Не Игорь Это Рома Знаешь, что ты скажи? Где он хочешь? Он, Рома, придёт Он ему скажет Рома, спасибо за тебя Ну как бы, ты понимаешь, что ты знаешь? Мне очень мало приятно А если это не он? Это он Я тебе говорю, он реакция, потому что это он Вот как раз проверишь реакцию Надо ли мне показывать, что я знаю? Я думаю, что да Потому что, как бы, если ты знаешь Уже какие-то отношения Ну, как бы, ну, всё равно там да, да Ну, какие-то уже будут отношения А если, как бы, ты будешь делать, что ты не знаешь И, как бы, ну, опять всё так же самое Как и сейчас, всё то же самое будет У нас всё по-взрослому Всё по-взрослому Расскажи, пожалуйста Есть маленькие планшки, но это потом подробности На самом деле Это большая площадь достаточно, да В чём преимущество? Три уровня глубины Здесь полтора метра специально для Солнца, который не умеет плавать Здесь Солнце уже практически научилось А здесь для Александра Нелидова А здесь у нас водопад высотой 10 метров Всё обозначено Водопад и по-кроенному такие тоже стройки Ну, тут у нас не дорисован Как бы обозначено, но не дорисован Турбо-солярий, тренажёрные залы, бильярд и разные другие развлечения То есть вот эту площадь приготовленную То есть вы тоже за здоровый образ жизни? Естественно Но турбо-солярий как без него? Сейчас Всё-таки я настаиваю, что это не аквапарк Нет, 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 это всё очень скромненько Я думаю, в наших силах это сделать Всё, я за голову уже глухаю Не думал, что-то Три парня населения, два домика Да Думал Думал Ну, Титов и Кравченко Это не однозначно Стёпа, Алёна, Зина и Майя Я ещё выбираю Это то, что... Знаешь, что мне сказала Маша? Да Маша сказала, что она будет голосовать за Зин Чтобы в домик приехал его А я у неё спросила, почему? Ну, за Зину, почему? Она говорит, потому что если за Зину проголосуем сейчас То она въедет в домик И в домике на неделю дают иммунитет И уже к женскому голосованию у неё иммунитет закончится А если она ещё задумать не леет То у неё как раз на женское голосование попадает иммунитет Понимаешь? Машка... Машка такая... Машка с простёдами такая Обалдеть! Надо поговорить с людьми Я уже такая сама подумала Думаю, может, на самом деле Это Зин куклу срать А склоняешься в чью сторону? Не, вот именно, что ни в чё И туда, и туда Да? Чё? Мне боевать Я смотрю на них, кто как к нему Да, мне кажется, что у Стёпы более как-то яршие отношения к Олёмке И у ней к ним... Ну вот я тоже смотрю, тоже Вижу И им, как бы, если Зину с моим То они лажут Да, да, да Ну так, общаются А эти уже рвутся в бой Приступим к бассейну Александра и Ольги У нас всё простенько Это сауна, это камин Это комната отдыха Я просто люблю отдохнуть перед телевизором Вот, это джакузи Немножко там гидромассажа, все дела Потом можно поплавать и обратно туда-сюда То есть, в отличие от джакузи Зины и Майя Тут не нужно будет опять прыгать в бассейн Туда-сюда обратно, да Просто тут вышел аккуратненько Да, да, да Хотел в джакузи полежаться Хотел в бассейне поплавать Понятно Это когда гости приезжают То есть, диванчик, барная стоечка, стол Вот, бильярдный стол Ну, подсветка А вот это зелёное, то есть, я люблю, когда много зелени Ну что ж, замечательно, мне все работы очень-очень сильно понравились Вот, вы сейчас их все снимаете Я их забираю Несу на экспертизу Всё будет учтено Сейчас мы все дружно отправляемся на обед Набивать животы Дом 2 Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней Строят дом своей мечты Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга Каждую неделю появляется новый участник А того, кто не найдёт свою любовь, выгоняют Дом 2 Как построить любовь На ТНТ Слушай, это я знаю, что хотела тебя спросить Мы сейчас с утра с Машей начали разговаривать по поводу сегодняшних проблем Кто с Бузовой? Каких сегодняшних проблем? Ну, кто въезжает в дом? А, ну Кто с Бузовой? А с тобой не разговаривает об этом? Нет, ещё Я тебе говорю, что говорит Маша, да? Маша мне спрашивает Ты сказал, будешь голосовать, кто в дом въезжает? Я говорю, ну, конечно, молодожёны, но пускай въезжают сюда, да? С Сургой И пускай Стёпка с этой, да? Барышней своей въезжает Вот, а она говорит Если, говорит, Стёпа въедет с этой барышней Ну, там, сколько они там говорят? Это ещё не факт Говорит, надо проголосовать за Зину Говорит, надо проголосовать за Зину Потому что если Зина въедет У неё иммунитет будет на эту неделю А когда уже будет голосование женское У неё уже не будет иммунитет Поняла систему? Я поняла систему Вот, здесь есть ещё один нюанс А кто сказал, что на следующей неделе проголосовать, что Зина въедет в доме? Потому что, как бы, потому что Стёпа может запросто через неделю выехать Нет Вот эта Алёна, она может сказать Давай лучше ещё попробуем, поживём подругу Ну, как бы, знаешь, это Нет Ты думаешь, они так и будут? Ребят, ну расскажите, как вообще ваши отношения, что происходит? Алён, ты довольна Стёпой, его поведением? Ну, есть моменты, которые меня смущают Допустим, мы с ним разговаривали некоторые темы сексуального характера И вроде так всё поняли, пришли к единому решению, что не стоит торопиться в этом плане И он Ну, от Стёпа я такого не ожидаю Я знаю, что Стёпа у нас Да, конечно, мы не будем торопить события Всё должно быть органично Неужели я это слышу от тебя? Нет, я тоже, например, считаю, что секс необходим Я думаю, что он Это, наверное, самая главная составляющая отношений Между двух людей Ну, познакомились мы позавчера, поэтому Здесь события развиваются очень быстро А я такой человек, что Мне нужно время, мне нужно как-то привыкнуть, притереться И Степан, вот он вроде как понял Я не понимаю одного, зачем домик, если раздельная из кровати? Ну, он прикольно рассказал Нет Она в женской комнате совершенно сегодня говорила, что она не будет заниматься сексами проекта Да? Ты зачем домик вообще? Я вот тоже не очень приятно домик, он взял, по сути дела, в большинстве своём, до секса Для уединения Ну, да, а уединение нужно когда? Именно в тот момент Общий старт Да старт ничего будет, тоже оттас Представляешь, поставим небольшое расстояние так, чтобы все плотненько-плотненько друг к другу прилегали И одновременно все должны стартануть, а там ни у кого практики на лыжах нет, я так понимаю Смотри, как я придумал Ты катаешься на лыжах? Титов, Зинка, Стас, Кравченко, Оскар, Май Отлично Круто Вообще, гениально Кто это? Они так разорутся! А-а-а! Кравченко! А-а-а! У меня к тебе вопрос, я тебе как бы... Ну, я Степану на самом деле хотел Степан поговорить Ну, хорошо, что с тобой... Насколько серьёзны ваши отношения? Ну, мне кажется, что серьёзно Серьёзно, да Я потому что даже с его стороны, я вот как бы видела его С его серьёзно Изменения, я сама вижу изменения Я хоть и спрашиваю, там тоже у парней, там у братьев спрашивала, что на самом деле заметно Я же вижу, я тоже два месяца смотрела на него Вижу, как он относился к другим девчонкам, как ко мне Вот сегодня голосование за домики, да? Могу ли я рассчитывать на то, что при том, что вы едете в домик на этой неделе, вы не разъедете? Нет Я думаю, что мы вряд ли с ним разъедемся Даже если мы не видим на него Я хочу, конечно, туда к с ним въехать Но у меня нет такого рвения Как решат, как решат сегодня на лобном месте Пусть так решают Рвения должно быть Ольга, вы будете хотеть сегодня в селиться? А вы? Да Сидят четыре тетки, которые хотят селиться в домик Да Да, кстати Она же напарница На четыре, да, только? Да Ну не знаю Игорь с Машей уехал Она же отказывалась от свидания Свидания? Когда сегодня? Он приглашал, говорит, я не хочу Он говорит, типа, вот, у меня нет, ну ладно Ну кто знает, может, он ее сейчас покорит Хороший проект Чем? Рваная рубашка нажата? Пойдем, проходи Пойдем Ну, садись Здесь так уютно Мне тоже нравится это место Ты хотела с вами поговорить? Да, Маша, я тебя Я хотел с тобой очень сильно пообщаться в неформальной обстановке А у меня знаешь, какое предположение? Что ты это делаешь Перед мужским голосованием Перед мужским голосованием? Я тебя пригласил сюда? Я могу тебе ответить конкретно Я сделал это не для голосования Потому что это очень видно со стороны Я не хочу, чтобы у тебя обо мне оставалось негативного какого-то мнения Так я не думаю, что негативное Даже если я уйду на голосование Я не хочу, чтобы обо мне оставались у людей плохие впечатления Сегодня еще, наверное, пора будет Сейчас приеду, со свидания Чего ты говоришь? Сейчас свидания приедет Игорь Объявит тебя парой Нет, я думаю, вряд ли не пара будет Ты не думаешь? Я смотрю такие варианты Иду, соля Мне кажется, у Машки друга мешают Я не знаю Если объявится пара, я буду за них очень рада Я очень понравилась А Гэта, ты так долго учился играть? Нет? Я училась два года Я тебе пишу И вот такое вот Я не понимаю Что это значит Спасибо Что у нас сегодня? Лыжные гонки? Попустя, еще что? Да тут целая армада конкурса Не переживаю Подожди, а на завтра что? На завтра у нас Все, закончили Завтра отдыхаем Подожди, завтра Закрытие, что ли? Ммм? Закрытие? Сегодня закрываем А, вчера открыли Сегодня закрываем Да, хотят Скоротенькие Я знаю, что тебе подарили роз Да, я не знаю, кто это А как ты думаешь, сам? Я знаю, что это не Стас Ну, это, наверное, не те люди, которые в паре Потому что в паре вы вряд ли Да? Я правильно выяснил? Ну, наверное Вот Кто ж тогда остается? Остается Оскар Игорь И Рома Выбор Верез Да И приехал на свидание С Машей Кто остался? Рома Да? Нет? Оскар Почему Рома? Методом исключения Я не знаю Я не знаю Ну, что ж я тебе могу сказать Кто это? Твой случай Это типичный случай Того, когда мы выдаем желаемое за действительное А тот человек, который на самом деле может быть ближе всего к нам Вот именно этих людей, как правило, мы не замечаем Стас? Это сделал Стас Которого ты отмела первым Он очень старался Он очень долго подбирал слова Он мучился Он долго, мучительно это все писал и так далее И он сейчас просто в шоке от того, что ты не угадал Но это не похоже на его стиль Стас бы в жизни так Он возлагал очень большие надежды на это послание Понимаешь? Это невероятно просто Я ему сразу же сказала, что это точно не Стас Да, это были первые твои славы Так что еще раз повнимательнее Пригодись к тому, что происходит вокруг тебя Ты что, вы мне как-то не догадывалась? Ну, я думаю, что она догадывается Немножко изображение А? Не, но она догадывается Ну, понимаешь, еще есть факт в том, что все же девчонки принимают участие в догадках То есть уже говорилось и там про Игоря, и даже про Майя Там и Оскар, и ты, и Рома Поскольку, кажется, все склоняется к тебе Если она не подошла Или она ожидала от этого другого человека Почему? Или она узнала, не хотела подойти ко мне Не знаю, Стас, ваше дело Но мы с Солнцем как раз разговаривали Она скептически к этому относится В смысле? Ну, в плане того, что, ну, не понимаешь, у нее есть влияние на Олю Поэтому, если Солнце хорошо повлияет, то может ничего не получиться Тупа, что значит повлияет, а, Сенгизм? Ну, очень просто, значит У Солнца позиция, зачем ходить в одну реку дважды? Вот и все, понимаешь, что... И если я на эту позицию корнет воля То, считай, все пропало Итак, добрый вечер, наши дорогие телезрители Добрый вечер, уважаемые участники Олимпиады на реалити-шоу Дон-2 Сегодня мы начинаем непосредственно наши Олимпийские игры Мы переходим к первой нашей дисциплине в сане Прошу наших молодых людей занять места за санями Объясняю для тех людей, которые будут сидеть в санях Девушки и молодые люди Вы садитесь в сани и просто крепко очень за них держитесь Пытаетесь не вылететь из этих вещей Итак, первая олимпийская дисциплина Олимпийские сани На старт! Внимание! Отлично! Вот и первые травмы получили в нашей Олимпиаде Участница из Голландии, Ольга Бузова, получает травму ягодиц Правой, по-моему, это смертельно Ольга Бузова, быстро окажите ей медицинскую помощь Можете исполнить внутривенное дыхание Или искусственное дыхание Очень хорошо помогает Петеричка! Ну а в данной дисциплине побеждает Александр Неринов и Солнце Следующая олимпийская дисциплина называется эстафета По некоторой траектории ребята стартуют оттуда и бегут Бегут, бегут, бегут И на определенном этапе передают кишечную палочку Естественно, что эта кишечная палочка несется дальше И опять же кому-то передается И кто-то благополучно с этой кишечной палочкой финиширует Кто это и что из этого выйдет Мы посмотрим буквально через несколько секунд Пока ребята готовятся Итак, третья олимпийская дисциплина Называется она эстафета В эстафете принимает участие Александр Титов Май, Стас, Оскар, Алена и Солнце Кто на этот раз победит? На старт Внимание! Болеем! Первое падение! Александр Титов Падение! Май, Май продолжает интенсивный бег Май, Александр Титов следом догоняет Бросив палки Посмотрите, как интересно Проходят Олимпийские игры Май, но Александр Титов его догоняет Тоже первый получит палочку Солнце и Алена уже на готове Палочка Солнца Полученное Солнце Отправляется благополучно стартану Следом за нее огромными шашищами Идет Ален Алена идет практически Как какой-то Мишка А может быть даже как Кинг-Конг Легко шагая Станислав получил кишечную палочку В задницу и стремительно бежит Стремительно бежит в финише Вот воткнута кишечная палочка В задницу Оскару Оскар не менее замечательно стремится Оскар серьезнее, серьезнее Как зайчик-побегайчик Молодец И вот Оскар финиширует Аплодисменты Итак, полуфинал Кто станет чемпионом наших олимпийских игр На старт Внимание Огонь Кинаем активнее Кинаем активнее Пока не удается установить какой-то результат Степан применил какую-то кигать В ответ Ребята, не забывайте про петлички По-моему сейчас невозможно разобраться Кто на какую команду играет Но главное, что перестрелка продолжается Посмотрите, летят феррия Подушки Тазы Все идет в ход Какая ожесточенная битва Степан пытается кинуть лавочкой Ребята, набирайте в тазы воду И плещите друг друга Что же вы такие ненахотчивые Кидайте бумажкой до конца Последние 10 секунд Десять Девять Восемь Семь Шесть Пять Четыре Три Два Один Стоп Внимание, господа Олимпийское золото Телепроекта Дом-2 Получает Ольга Бузова за шикарные падения на задницу Футболку еще давай на голову Ольга Бузова Представительница Голландии Второе Олимпийское сердце Получает Степан За массу фитрости И те Уловки и ужинки, которые ты придумал Степан получает второе Олимпийское сердце И третье Олимпийское сердце Получает Александр Нелинов За то, что он сильно, ловко и умело выиграл три соревнования Александр, получите Уважаемые дамы и господа Телезрители Посмотрите, пожалуйста, на наших замечательных ребят Которые уже на телепроекте отметили Олимпиаду И торжественно сейчас ее закрывают Мы очень старательно трудились для вас, для всех Для того, чтобы вам было лишний раз приятно посидеть у телевизора И пожелать чего-нибудь там Глядя на нас Придурком Ну что, как оно уже? Прошли? Да Круто? Давай сюда идем А мы слышали! Так классно! Как концовку слышали? Где были? Там и счастливые Да, только что подъехали Где были? Маша? Где? Вот Были в кафе А что же это за рисовка? Это Япония Япония? Да А это что? Это тоже Япония Покажи Японию Как это? Тише Ооо А что это? Пахнет, понюхай Да, ну Что это такое? А что это такое? Это ароматическое масло А это? А это садака Повем долго-долго пахнет Сюда и сюда А это вот это что? Прикольно Да, вообще такая классная Вообще Мне так понравилось Сделано в Ленинг Не Нидерландах А, не Нидерланды Спасибо Игорь По статистике Дерек, ребят Мы никогда не узнаем Кого они любят Мы никогда не увидим Как они занимаются сексом Встречайте Ведущие телепроекта Дом-2 Ксения Собчак И Ксюша Бородина Привет, ребята Я рада вас всех приветствовать Ну что ж Сегодня был насыщенный день Была у вас Олимпиада Как я знаю Очень смешная Очень удачная Ну и у нас было Очень важное сегодня Событие за пределами Нашего городка Потому что Игорь и Маша Ездили на свидание Игорь, расскажи Как все прошло Понравилось ли вам? Что ты сразу все На женщину-то перекладываешь Бестыдни Маша Расскажи Ну ты довольна свиданием? Да, я довольна свиданием Может быть у нас сейчас Еще одна пара образуется? Нет Пары никакой нет Почему? Все дело в том Что сначала Когда я пришел Я может быть к Марии Отнесся не очень хорошо Вот И меня это Очень сильно волновало Сейчас я В каком смысле Извини, что значит Не очень хорошо Ну значит Многие вещи Мне в ней не нравились Но сейчас я увидела В ней другого человека И захотела это объяснить Тебе Мария нравится Как девушка? У нее прикольный характер Я могу сказать Она для тебя друг Здравит Или больше, чем друг? Друг Понятно А для тебя Или не друг? Друг Взаимные чувства Взаимная дружба Ну что ж Это, наверное, прекрасно Но помимо дружбы Слава Богу На нашем проекте Есть и любовь И учитывая то Что сегодня Ребята Вам предстоит решить Очень важный вопрос Кто заселится В нашей пятизвездочной домике Я хочу Чтобы вы еще раз Обозначили Свои пары И Высказали Своё желание Поселиться в домике Мы еще раз Обозначаем Свою пару И Высказываем Желание Заселиться В домике Мы тоже Пара И тоже Хотим в домик Мы тоже Являемся парой И тоже Хотим Селиться в домик Солнце И Саша Может вы хотите Уступить ребятам? Я не думаю Что стоит комментировать То, что мы По-прежнему Являемся парой И Из домика Выселяться мы пока Не имеем желания Не имеем возможности Потому что У нас все замечательно Думаю нет Ну что ж Таким образом У нас есть Четыре пары И три домика И мы должны Заново с вами решить Кто достоин того Чтобы жить В этих трех Домиках Поэтому я предлагаю Начиная С Степана Назвать Ту пару Которая По вашему мнению Не должна Заселяться В пятизвездочный домик Май И Зина Спасибо Алена Май И Зина Почему Ален? Ну потому что Солнце И Сашу Тут нет смысла Трогать У них все хорошо И я так же Я бы хотела Чтобы Ольга И Саша Заселились в домик Им уже пора Как молодожена А Маю с Зиной Не пора еще? Нам не пора? Ну они на один день Дольше встречаются Чем вы между Думаю извините Есть такая судьба Что так получилось Мы раньше Мы раньше Объявили себя парой Со Степаном Да Мы раньше Объявили себя парой Но вы меньше И никто не виноват Что Май Пришел на один раньше Никто не виноват Что вы громче Выкрикнули Сразу О своем желании Стать пар Да Хорошо Оля Близова Зина и Май Почему? Все прекрасно знают Как я отношусь К Степе Я хочу Чтобы он был счастлив А эта девушка Его делает счастливым Хорошо Оскар Я голосую Степу и Алену Против только Против да У Зины и Май Более ближе чувства Мне так кажется Спасибо Маша Я голосую Против селения В домик Зина и Май Потому что Мне так хочется Чтобы Степан Селился в домик Мне так интересно Что из этого Что из этого Так получится Я надеюсь Что будет все хорошо И они дадут до финала Люся Я решила Что раз Алена Ехала сюда Конкретному человеку С конкретными чувствами И я смотрю Как они хорошо Слились воедино У них что-то общее В характере И вообще Я их полюбила Двоих уже Я любила одного Степа Теперь полюбила их двое Поэтому я голосую Против В телении пары Зина и Май Саша Насильник Я голосую Против Зины и Май Солнце Двое мнение Я голосую Против пары Зина и Май Потому что Романтика Это хорошо И пока Она у вас есть Я думаю Можно потерпеть Степан Прагматичный Человек И ему уже Не терпится Я знаю Что два месяца Ему не по себе И наконец-то Такая возможность Наконец-то Приехала Девушка Извини что Я тебя перебиваю Но может быть Ты не в курсе Степан с Аленой Приняли решение Демонстративно Расставить кровать Да я знаю И так сказать Заняться Самовоздержанием Да Да Я все понимаю Но просто Я Очень хочу Чтобы у Степана И Алены Все получилось Хорошо отношусь К паре Зины и Май В данный момент Но думаю Что романтика Это Это хорошо И на неделю Вас хватит Рома Все по Аленам Пошли уже В ту фазу отношений Где необходимо Уже намного ближе Друг к другу Знакомиться У них Есть что Показать И рассказать Друг другу Это уж мы точно знаем Да Против Какой на Степан Голосуешь Я думаю Что Май Зине Необходимо Еще немного Потерпеть Тем более Что у них Этот период Как раз таки Продолжается Им хорошо Им приятно Они общаются Еще у них Все на каком-то Вербальном уровне Поэтому Я думаю Что у них Должно Как-то Все это В более Серьезную фазу Перетечь Перед тем Как им Поселиться Игорь Отдаю Как бы Свой голос Степе По той причине Что Степа Уже Нашел Ту девушку С которой У него В дальнейшем Получится Я думаю Очень хорошая пара А По поводу Май Зины Мне просто Кажется Что им нужно Еще немножечко Повременить Чтобы их отношения Стали более Серьезными Спасибо Май Ну я Отдаю свой голос За нас Я голосую Против пары Саши и Солнце Потому что Я считаю Что у каждой пары У каждой пары Должна быть Возможность Пожить в домике Спасибо Вот я поговорил Сегодня с Маем Да Он ходит И мне признался Что ему Как-то хочется Поближе Познакомить С Зиной У них какие-то Знаете Она Зина В своем бараке Он с нами И как-то у них Вместе Как-то У них вроде Есть друг друга Это девушка Но он об этом не говорил И обосновал это тем Что он сейчас не будет Называть ее имя Он сначала С ней пообщается И если он не разочаруется Значит Как бы увидим В дальнейшем Так и получилось То есть Можно сказать Что он приехал сюда Конкретно К Зине Вот И мне кажется Их чувства Намного Больше И искреннее Чем у Алены И Степы Спасибо Саша Дело в том Что я не судья Там осуждать Кто достоин Кто не достоин Заселиться в домик Я сделаю Намного проще Вот Ксюш Возьми В одну из рук Эту шишечку Ну и в руке зажми В правой или в левой Если я угадаю Заселится Степа С Аленой Если не угадаю Заселится Зина и Май Левая Заселяется Степа и Алена Ваша шишечка Ваша шишечка Возьмем шишечку Ваша Счастливая Шишка Ну что ж И таким образом Май и Зина Сегодня у нас Не заселились А завтра В домик у нас Заселяются Степан И Алена Поздравляем Ребята А также Александр Титов И Ольга Кравченко А Солнце И Саша Продолжают Свою жизнь В домике Мы увидимся Завтра На канале ТНТ Это был телепроект Дом 2 Построй свою любовь Сегодня праздник у девчат Сегодня будут танцы И щеки девушек горят С утра горят румянцем Пришли девчонки стоят В сторонке платочки В руках Деребя Потому что на десять девчонок По статистике Девять ребят